Добрый день, с вами международный гроссмейстер Георгий Кастаньеда и мы продолжаем проект русской шахматной школы 64 великих шахматных маэстро 64 шахматных шедевра рассказ о корифеях прошлого великих шахматных королях которые и в общем-то создали нашу с вами любимую игру и сегодня мы первый раз поговорим о Вильгельме Стынице первом чемпионе мира это будет один из наших двух разговорах о нем мы расскажем о раннем Стынице ну оценить масштаб этого человека очень непросто я начну просто с цитаты его самого шахматы не для слабых духом они поглощают человека целиком чтобы постичь глубину этой игры он отдает себя в рабство шахматы трудны они требуют работы серьезного размышления и ревностного исследования в цели ведет только честная нелицеприятная критика к сожалению многие считают критикующего врагом чтобы видеть в нем чтобы видеть в нем путеводитель к истине вот сразу видно по этой фразе насколько бескомпромиссным и суровым человеком он был и всей своей жизнью всем своим служением шахмат он доказал что относится к нему как самому главному в жизни и именно поэтому ему удалось открыть то на чем по сути дела построилась игра всех последующих поколений поэтому оценить масштаб его ну очень трудно по сути дела основатель современной шахматной игры вполне справедливый титул которому принадлежит ну давайте начнем с его партии и как раз вот наверное первые его партии две которые покажу они как раз показывают вполне себе обычного мастера то есть начинал то он как обычный сильный хороший маэстро вот например его партия одна из двух партий с маэстро монгердейном в которой он столкнулся с скандинавской защиты на захват центра черный ответят тем же самым и быстро нарушают один из основополагающих дебютных вроде бы принципов вывод ферзя на что конечно же стынец немедленно отбрасывает врага захватывает центр и общем то расставляет фигуры на самые естественные поля вот можно только обратить внимание на ход слон d3 то есть он прекрасно понимает что без рокировки его соперник не обойдется и слон с d3 начинает смотреть именно в ту сторону куда вражеский король собирается убежать происходит развитие такое вот и те кто смотрел наши предыдущие записи может быть помнят вот что месело бурдон и тоже в похожей позиции развелся условно на и 3 правда там была пешка d4 изолированная сейчас она не изолированная но посыл одинаков когда белый конь пойдет на и 5 а он хочет пойти на и 5 чтобы развить атаку лучше чтобы пешки d4 был защитник и вот после того как все четыре фигуры белых выведены верящий в план верящий в логическое развитие игры в геймстенец естественно переходит границу потом быстро подкрепляет вот этого коня пешкой получается что конь на 5 хорошо подкреплен далее ферзь уступает место ладья все фигуры белых одна за одной подходит в игру ну а на предложение разменяться конечно не с удовольствием соглашается разменится вот этот вот вражеский конь который был единственный кто стоял хорошо и снова мы с вами можем увидеть логику партии стоит мы увидим общем то всегда в его партиях белые ходом владея f3 начинают довольно таки стремительно атаку на королевском фланге обратить внимание что они ведут атаку практически всеми своими фигурами но пока не хватает только ладьи сейчас угрожает уже тактический удар то есть мы сейчас ход был бы белых и например посылку хоть типа 6 можно было бы уже рассмотреть такой вот вариант при котором белые фигуры сразу набрасываются смертельные угрозы но черными маэстро это тоже видит играет f5 то есть пытаясь закрыть этого слона нашего но ладья идет куда она и хотела на линию аж возникает угрозы королю вообще перевод ладьи по третьему ряду один из возник важнейших элементов в атаке вот станет это показывает блестяще и то что мы с вами видели в партиях филидора и в партиях лабурдоны это ход g4 то есть от короля мы с вами тоже не боимся идти в партиях французских маэстро мы вообще видели атаку пешками без рокировки но сейчас это вот движение пешки от короля несмотря ни на что позже вот ход g4 мы с вами особенно обратил внимание в партиях михаил мусевича ботвинника и вот после хода и в же стениц показывает что все-таки сын своего времени еще в этот момент вполне можно было бы обойти здесь и без комбинации наверное можно было бы просто скажем взять пешку ферзем но он нет он берет наш 7 жертвует ладью и всего лишь ферзем и двумя слонами набрасывается на одинокого короля которому на линии аж и же помочь никто не может мы угрожаем взять пешку на 6 и поставить мат его соперник пытается защищаться но это невозможно так как фигуры все подключены в атаку и вот попытку убежать опровергается такие вот немножко забавным ходом назад кстати говоря одним из первых тоже он в атаке начал применять ходы назад и это очень важная составляющая любой атаки последние фигуры подключается к игре и конечно несчастный король обречен здесь как раз он не может даже в центре избежать наказания сынется набрасывается всеми своими фигурами но и следует безжалостная такая концовка вот ну я показал эту парту только потому что хотел обратить внимание на очень логично очень последовательную игру стынется как в этой партии так наверное и вот следующий который вам покажу с тем же самым соперником он играет еще раз в этот раз только он сталкивается с уже вошедшим в игру в серьезную игру дебютом двойной фианкета дебют очень подозрительный обратите внимание что стынец в отличие от блестящих итальянских мастеров не пытается как-то сразу увести фигуры нанести удары а выбирать такую конструкцию значительно более солидную ну можно сказать даже серьезную когда пешки ограничивают вражеских слонов вот не спеша он так расставляется очень так солидно очень крепко тоже такой сразу чувствуется стиль его но вот в этой позиции как раз вильгельм стеннис ошибается он делает ход который конечно неплохой он просто выводит ферзя но вот в отличие от допустим джакина грека который бы ей бы не применил бы наверно сразу бы нанести вот такой разящий удар и развить такую смертельную атаку если король убегает то следует нападение и создается куча угроз и в общем наверное вот мастера прошлого такую атаку даже не стали бы рассчитывать а сразу бы бросились вперед но вот стеницу никуда не спешит он подводит еще и ферзя максимально концентрирует свои фигуры по центру это все не так интересно пожалуй вот где интересно наверное вы помните уже в первой парте который мы с вами посмотрели в нашем цикле лекции мы обратили внимание на ход еще как раз джакина грека на ход аж 4 потом мы увидели у филидора движение пешки аж мы видели это у лабурдоны и вот сейчас наследник на самом деле этих традиций мы снова видим движение этих пешек стени сдвигает пешку аж до рокировки без рокировки не считает это зазорным наоборот ладья как можно быстрее хочет войти в игру а пешка же выступает в роли тарана так что вот такое уважение к движению крайне пешки она присуща мы практически всем мастерам прошлого и так пешка пробегает до h5 линия скрыта вот теперь уже наконец делается рокировка причем длинная рокировка как мне кажется это первая длинная рокировка которую мы видим нашем курсе лекции и дальше тоже начинается конечно атака все партии у нас с вами заканчивается атакой это тоже характеристика так сказать вот этих первых столетий шахматной жизни что все все устремленное подчинено атаке прежде всего приходит жертва фигуры жертва ладьи здесь стынет еще такой яростный атакер вот сейчас уже создана угроза мата и как бы соперник не пытался защищаться позиция проиграна и после хода ферси 6 но такая замечательная концовка замечательное завершение атаки жертвуются слона еще на какую-то секундочку жертвуются ладья то есть каскад жертв но зато главный трофей выигран вражеский ферзь и черные здесь даются таковыми были первые годы первые шахматные годы шахматные десятилетия в жизни стынется но таких мастеров которые играли в таком стиле можно было привести еще немало но они не вошли в шахматную историю для того чтобы понять значение стынется для того чтобы увидеть рождение новой позиционной школы шахматной игры мы с вами обратим внимание на одно из самых вызывающих творений стынется шина революционно для своего времени партию игра он с тоже немецким мастером паульсоном это не вот автор знаменитого варианта в сицилианской защите его брат но тоже заметный мастер крепкий шахматист очень и так важнейшая партия для рождения новой позиционной шахматной школы этого партия страница с паульсоном это это брат вот того самого автора знаменитого варианта сицилианской защиты сильный тоже мастер немецкий и вот в этой партии станет в общем-то впервые показал один из важнейших принципов своего учения итак как и положено для этого времени начинается все ходом е4 е5 конца 3 конца 6 и следует вот этот ход f4 в духе знаменитого королевского гамбита напоминаю что гамбит подножка по-итальянски это такая жертва материала в дебюте для того чтобы как можно быстрее начать атаку в этом как раз ничего нового нет было сыграно до этого сотни и тысячи партий но после того как черные сидят пешкой в 4 они мечтают о том чтобы выскочить ферзем на а4 и поставить белому королю шах а вот белые и это новшество отказываются защищаться от этой угрозы и предпочитают захватить центр а после казалось бы страшного шага двинуть вперед короля вот это вот учение стынется король это не мальчик для битья а сильная самодостаточная фигура и в центре чувствует себя неплохо ну вы знаете последующие годы конечно черные нашли усиление показали все как можно здесь играть сильнее и поставили под сомнение конкретный вариант но дело же сейчас не в конкретном варианте а в самом подходе и вот такое отношение к дебюту понимание первостепенной важности центра и готовность для этого даже от кастаться без рокировки и вот поставить короля на е3 для своего времени это 1870 год это сто сорок восемь лет назад это конечно настоящая революция такой игре человечество еще не было готово ведь король пошел на вот на е3 пошел в центр не потому что его заставили не потому что черное что-то пожертвовали вытащили нас а потому что мы не боимся и после хода значит ферзь h5 слон е2 видимо черный ферзь почувствовал какую-то некомфортность от слона е2 какой-то не камильфо и он убегает на ферзевый фланг и чик бы изливый привычный к нормальной игре наверняка бы начал бы сразу думать как бы побыстрее убежать назад рассмотрел бы ход ладе f1 король в 2 король же нет но стеннис нет он не считает что украли какие-то серьезные проблемы и считает что можно начать подготавливать стремительно атаку на ферзь его фланги поэтому играет a3 а после сломбит f3 он еще и доказывает что помимо великого мыслителя он еще и супер игрок потому что многие ну и достаточно сильный шахматист наверное на автомате здесь ели бы на f3 либо слоном либо пешкой и тогда скажем после взятия слоном условного последовал бы g5 после отступления черный слон вышел бы на g7 и у центра ради которого все и затевалось возникли бы серьезные проблемы то что нападает и кони слон сюда из учет пристает а вот стеннис увидев этот вариант пошел еще на один ход король f3 и это не ну так сказать вульгарно он не выпендривается или сказать по умному он не занимается эпатажем а реально оценивать свои возможности когда король берет на f3 он не боится ни шаха не боится также не хода g5 потому что суть ход g5 он просто пойдет слон е3 поэтому был сыгран значит король f3 ему дали шах король возвращается на свою как он считает хорошую позицию и дальше тоже вот важный момент после хода ферзь h4 начинается атака на фланге он не считает что наличие короля в центре должно ее останавливать ну на ход g5 он отступает назад нападает на ферзя далее атака продолжается входит b5 и вот только сейчас не участвующая ладья в общем-то нормально входит в игру а потом король который сейчас уже оказывается какой-то более-менее реальной опасности к нему начинают подбираться вражеские кони напротив по диагонали стоит ферзь он наконец соблаговолил сделать два хода назад и оказаться в традиционной ситуации сделано наших с вами глазах искусственная рокировка ну и еще я хотел вот мог бы здесь конечно остановить вам показ этой партии но хочу обратить внимание что имею множество здесь возможностей завершить партию стене собирает путь жесткий путь красивый путь жертвами и не только потому что он был сыном своего времени все таки а просто потому что может быть считал сообразно своему принципу что это лучшее остынец говорил в эту знаменитой фраза имеющий преимущество обязан атаковать и вот он жертвует сначала пешку потом он жертвует качество все это делается для того чтобы фигуры как можно быстрее с нападениями вошли в игру вот они входят в игру отбрасывают во ферзя и потом уже вот опять таки движением крайне пешки ладья который стоит где-то в бок сбоку она начинает играть начинает стрелять вражеский король открывается и он завершает вот такой блестящий атак эту партию вот он еще жертвует слона но с другой стороны он нападает вот на пешку c7 и когда он съест пешку c7 у нас скоро появится и новый ферзь тот бьет и вот атака с участием всех фигур она конечно достигнет своей цели вот он сейчас играет конь d5 и уже угрожает мат на поле а8 так как убежать на c7 нет его возможно куне от отнимает поэтому черный приход отдавать ферзя но и дальше конечно он реализует свое преимущество вот таким было рождение новой шахматной школы школы позиционной игры стоянец презентовал таскать миру совершенно другое понимание шахмат